Привет! Мы на Большом базаре за Киевом. Тут город такой маленький, обустроенный в стиле 19 века. И тут продают всякую... всякие вещи. Да, это часовня тут появилась еще в 1987 году, во время Второй мировой войны. Да, ее разрушили и в пятом году ее начали восстанавливать. Простите, простите, вы заняты? А чем вы? Покупками? Вот, типо. Все заняты покупками. Мужчина, мужчина, остановитесь. Вы заняты? Вы тоже заняты покупками. О, смотри. Сними меня. Почему вы торгуете? Французский? А почему не продают водку? Можно у вас спросить? Делают на Украине что-то подобное? Ажур. Белье тоже хорошее. Где вы делаете? Ну, я так понимаю, в Киеве. В Киеве? В Донже работаете? Ну, поначалу было очень... Не очень? Не очень. А не знаете, где сыр тут, выставка сыра? Я не люблю рекламу. Вообще? Вообще ненавижу. Просто она кругом на X.Yuan, на YouTube. Она раздражает очень сильно. Вот мне беременная сестра сказала, я иду на выставку сыра, я люблю сыр. А я такой вегетарианец, типа, я не люблю сыр. Я против дания сыра. Это шутка. Да. И вот мы решили приехать в сыр поснимать. Ну, ладно, мы не будем вам мешать. У вас бизнес, работа, а вы что, не за? Мы войдем. До свидания. Сегодня воскресенье, и уже 4 часа мы, короче, пришли под самый конец. Наконец-то мы нашли фестиваль сыра. Это не выставка, это фестиваль сыра. Ну, и сейчас попробуем отснять самое интересное. Можно у вас пару вопросов спросить? Здравствуйте. Давайте, мы можем подождать. Пожалуйста, вы можете присесть, пряток на столе на видео, и ответим на все ваши вопросы. Хорошо? Ага. Можно так? 5 минут. Да. Скажем. Давай, те, пожалуйста. Здравствуйте. Пакую. Договогенос есть с кем-то? А? Конечно есть. За видео есть договогенос? Конечно есть. А с кем? С Богом. Пацаны, нельзя. Почему? Есть, это самое, мы договорились с кем-то? Ну, ни с кем мы не договорились. Ну, так. Это же выставка, фестиваль сыра. 10 минут и мы еще идем. Это что, противозаконно? А с кем? Есть разрешение. А с кем? А с кем? А с администрация или вы спакуетесь. А где? Где администрация? Ну, подскажите, мы пойдем, боже мой. Это несложно. Поднимайтесь на второй этаж. Это тут? Вот сюда? Нет. Выходите на улицу, на второй этаж, там где часовник. Убегите от меня, убегите, пожалуйста. Я стесняюсь. Объясняйте. Ну, мы пойдем. Я вам сейчас... Выходите на второй этаж? Нас выгнали с выставки Сыроск. Мы пошли гулять. Нашли арт-галерею и решили снять репортаж в арт-галерее. 15 дней назад в арт-галерее Мануфактуры открылась выставка с культурой Анны Волошко. Открылась выставка с культурой Одинокая охотница. Повторяющаяся линия вытянутой ноги девушки и вытянутого копыта прирученного ей быка. Так мы замечаем тонкие, продуманные детали и фрагментов одежды. На выставке присутствуют и географические работы, а также скульптуры. Они все очень сказочные, персонализированные, но также несут в себе глубокий философский смысл. Допустим, вот одна из моих любимых называется «Иллюзия свободы». Тут вы можете видеть ангела, который сидит в достаточно замкнутой позе. Это можно трактовать как скрытые возможности человека, которые некоторые люди не видят. Можно пойти работать в Макдональдс кассиром, а можно директором Макдональдса. Интересная скульптура, она может собой выражать как теорию Дарвина для людей, кто верит в эволюцию. Вот как молекулы превратились в какие-то микроорганизмы, потом в рыбы. Рыбы вышли на сушу и вот так появился человек. Точно так же можно сказать, что это выражает какую-то человеческую клетку. Вот как этот человек замкнут в образе рыбы, а рыба – это персонаж, который даже говорить не может. И вот подошел к концу этот день. Нет, не подошел. Всего лишь 5 часов дня. Смотрите, какие классные деревья. Приезжайте в мануфактуру. Тут очень интересно. Здесь бурлит жизнь, счастье и веселье. Новогоднее настроение. А в сыре есть казаин. А в казаине есть казаморфин. А казаморфин – это наркотики, поэтому нам нравится сыр. В сыре много хрустейных. Поэтому он вреден. Не ешьте сыр. Кушайте меньше. Когда вы кушаете сыр, вы кушаете его ради вкуса. А из-за этого умирают коровы несчастные. Я люблю коров. Их пить где-то. Даже если их не пить, где-то их держат, блин, в закрытых помещениях. Забирают у них молоко. А потом мы попробуем туда пройти. Цветочки. Но, как сказал парень, искусство. Да это не туда билет стоит, наверное. Тысяча гривен. Искусство за тысячу гривен в 8 километрах от Киева. Добро пожаловать, блядь. Флористика. Для избранных. Это для избранных. Простите, стойте. А что там происходит? Это флористическое шо, там где живут цветы. Мастера выставляют свои работы, очень прекрасные, очень красивые. Что за работы? Флористические работы. Цветочки. А вас туда не пускают? А вы попросите, хорошо, там все доброе. Там доброе, там женщина на фоне ужасно. Нет, нет. Все, я сейчас попробую, но все-таки. Флорильный фестиваль. Цветочек. Флористов. Флористов, которые выставляют. Флористы. Да, флористы. Они садят цветы. Не садят цветы. Они выставляют цветы. Не работает. Обалдеть, ну все. Бежите. Бежите, курочки. Бежите, что сказание не говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова